Здравствуйте! Снова с вами я Марина Осборн из Новой Зеландии и сегодня за чашечкой чая сегодня у меня зеленый чай с гранатом это вненечко мы уже с вами не встречались за чашечкой чая и не говорили о признаках психопатов и нарциссов может быть это не лучшая тема для разговора за чашечкой вкусного чая но тем не менее актуально слышали такую фразу пусть у нас хоть потоп а пусть у нас хоть трава не расти а потом разберемся почему я должен думать там сейчас что будет какие последствия будут вот потом будет потом будет и потом я разберусь какие какие обязательства о чем ты говоришь но при этом эти люди будут требовать от других выполнение обязательств перед ними что еще они говорят по каким таким диагностическим фразам можно определить что перед вами безответственный человек очень яркая фраза которую однажды произнес один знакомый бизнесмен из новосибирска очень состоятельный человек с несколькими бизнесами мое слово хочу даю хочу беру его обратно вот тоже кстати яркий такой диагностический признак это вот отношение к своему данному слову в отношениях в личных эти люди любят говорить но хорошее дело браком не назовут зачем там печать в паспорте это все ерунда либо они могут с вами сходить загс поставить печать в паспорте но при этом они будут встречаться с другими партнерами и может быть еще поставят несколько печати в других паспортах для психопатов это вполне себе нормально они очень любят говорить я никому ничего не должен в отношениях конечно на фазе идеализации они этого не вам никогда не скажут а вот когда они уже вас начнут обесценивать вот тут вы поймете что вам никто ничего не должен вы должны вот вы будете должны очень много все будут должны там его бывшие ему должна или его бывшие должен или там родители или родственники вот всем должны понимаете делькон никому ничего должны или она никому очень важно я говорю про кластер b про психопатов и нарциссов. Верность? Что за условности? Свободная любовь и всё такое. Для них это тоже такое понятие, потому что такие нормальные моногамные отношения, они всё-таки подразумевают, что партнёры верны друг другу. Скажем так, в какой-то такой социальной норме. В Библии говорится, не выжила и жены ближнего своего и так далее. Но для класс-терапии вот этого понятия нет. Нет никакой ответственности, нет обязательств, поэтому верность туда не входит. Дальше. Они любят говорить, я отвечаю только за самого себя. Поэтому не надейтесь, что в трудную минуту этот человек подставит вам плечо, когда вам действительно будет нужна его помощь, его слово, либо его действие, либо его какая-то другая поддержка. Он скажет, я тебе ничего не обещал. Ну, извини, ну, не получилось. Ну, вот так получилось. Понимаете? И вот у него всегда будет вот такое. Вот насчёт ты мне должна, я уже говорила, да? Ты мне должна, он должен, она должна, они должны. Ему весь мир должен. Он никому никогда ничего не должен. Вот они тоже любят ещё говорить такую фразу. Ну, так, ну, прости, ну, так получилось. Даже прости не говорят. Так получилось. Я не виноват. Обязательно добавят. Это она виновата, он виноват, они виноваты. Весь мир виноват. Психопат никогда не виноват. Они любят говорить, это твоя проблема. Вот у вас что-то случилось, да? Что-то, ну, серьёзно такое произошло. Они говорят, это твоя проблема. Я тут при чём? Это твоя проблема. Тебе плохо? Это твоя проблема. Вот всё время будет твоя проблема. Но когда у него проблема, вот тут-то он, да, ты должна, а вот ты обо мне не знаешь, а вот ты там мне не знаешь, а вот ты там, и вот начинается, да? Вот я сказала уже, что обычно на фазе идеализации психопаты и нарциссы, вот они такие идеальные. То есть они вам всё обещают. Они там будут пяткой в грудь себя бить, там говорят, я человек чести, я там офицер, я там, я там, я там. Вот это вот я там, и вот это вот его слово, я слово дал там. Вот. Но это только на фазе идеализации. А потом на фазе обещания скажут, я дал слово, так я его взял обратно, понимаете? Поэтому вот на фазе идеализации не все идеальные. А потом начинаются вот эти вот, ну, на самом деле, вот эти флажки, которые я перечисла, вот эти фразочки, они могут в самом начале уже всплывать. Поэтому обращайте на них внимание. На этом я заканчиваю своё короткое видео. Спасибо, что вы его посмотрели. Берегите себя от токсичных людей, старайтесь их распознавать в самом начале, чтобы потом вам не влипнуть в большую лепёху. Сами знаете, чего вонючего. Поэтому берегите себя, выстраивайте отношения только с нормальными людьми, которые вас не подставят, не обманут, которые готовы разделить с вами какие-то обязательства, какую-то ответственность и в бизнесе, и в деловых отношениях, и в личной жизни. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ещё раз спасибо, что его посмотрели. Подписывайтесь на наш канал. И я приглашаю вас на свой тренинг «17 шагов ОЗИ». Это тренинг «Путешествие в будущее», где я буду учить вас переписывать жизненный сценарий по ключевым эпизодам вашего прошлого. После этого тренинга жизнь меняется кардинально. Это судьбоносный тренинг такой. Если у вас всё хорошо, то вам ко мне не надо. А если вот всё у вас постоянно какие-то грабли, и грабли, и грабли, вот тогда прямо прямиком записывайтесь на мой тренинг. Он у нас будет проходить в закрытой группе на Фейсбуке, которая так и называется «17 шагов ОЗИ». И подробности вы можете узнать, написав мне по электронной почте, которая указана под этим видео. Всем пока! Всех люблю! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok